Какие навыки востребованы, какие навыки дают наибольший результат, и это внедряете в свою деятельность, работая с командами и корпорациями, верно? 90% российских руководителей, неважно где они работают, в малом, в среднем или в крупном бизнесе, они не могут перечислить все управленческие навыки. Сегодня это навык будущего, через какое-то время это становится нормой. Да, они же навыки, они же зоны ответственности. Основная ключевая проблема это отсутствие взаимодействия между ключевыми подразделениями. Так в итоге, благодаря чему создается эффективная команда, когда уходит конкуренция и начинается соревнование? С командой нужно проводить изменения. Самый большой прирост для компании это будет именно развитие руководителей. Сейчас это бизнес, который вырос в три раза, то есть уже крупный бизнес. Но от лидеров рынка они, собственно говоря, там на втором месте. Навыки всегда под стратегию. Но бизнес малый может приносить деньги, уже кандалы могут быть не железными, они могут быть уже серебряными, даже золотыми. Приветствуем вас на канале делового журнала «Бренд Медиа». Здесь реальные эксперты делятся своим опытом и дают советы, которые вы можете начать использовать уже сегодня. С вами Павел Багрянцев. И Полина Правда. И гость нашего выпуска, эксперт по созданию результативных команд и стратегий Елена Малилия. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Полина. Елена Малилия. Эксперт по созданию стратегий и результативных команд. Коуч первых лиц международных и российских компаний. Основатель тренингово-консалтинговой компании Университет бизнес-навыков будущего, которая более 20 лет работает с компаниями из 30 регионов России и 14 стран мира. Обладатель Национальной банковской премии за успешно реализованные проекты по повышению эффективности команд в управлении и продажах. Международный спикер. Автор методологии «Пирамиды навыков будущего». В России есть всего три спикера, которые выступали на главных международных саммитах спикеров, где собираются лучшие спикеры мира. Среди них Радислав Гондопас, космонавт Сергей Рязанский и Елена Малилия. Елена, навыки будущего. Что же это за такие навыки? Это искусственный интеллект, сегодня это очень трендово, модно, все об этом говорят, или что-то другое? Вы прям, Полин, прям сразу с самого главного вопроса. Друзья, я могу сказать, что навыки будущего — это, конечно, те навыки, которые нам принесут больше пользы, счастья, легкости, радости и, конечно же, прибыли, если мы будем развивать их сегодня. И эти навыки, я как эксперт по формированию навыков могу сказать, сейчас приоритетные в области создания команд. Если мы говорим про руководителей, ну, а, впрочем, команда может быть у любого человека, даже человека, помогающего профессии, там, мендера, коуча, спикера, консультанта, у них тоже есть команда, она на аутсорсе, но это команда. Ну, и что интересно, что, конечно же, мы с вами понимаем, что вот если в 2015 году навыком будущего был эмоциональный интеллект... Да-да-да, вот это все, все развивали эмоциональный интеллект, все вот эти soft skills там и так далее. Soft skills, да, soft skills, и международные конференции об этом говорили, что эмпатия, эмоциональный интеллект — это навык будущего, то сейчас это уже, собственно, не самое первое. Ну, а первое — это, конечно же, развитие талантов, нахождение талантов в свою команду, развитие их, удержание талантов, ну и, конечно же, руководители его команды. А получается, что эмоциональный интеллект больше не актуален, или все-таки он интегрировался в нашу жизнь? Что с эмоциональным интеллектом? Это уже must-have, это уже must-have. Это уже стало нормой, то есть получается, что навыки будущего, то есть сегодня это навык будущего, через какое-то время это становится нормой, которую все должны как бы знать. И цифровые навыки — это, конечно же, в тройке. Представим, что у нас сейчас задача практически у каждой компании овладеть всеми теми возможностями, которые дает нам искусственный интеллект. Но если у нас нет команды, если у нас нет кому этим заниматься, наверное, это бесполезно. Самому прокачивать эти навыки, когда некому брать и делать. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения вашей деятельности. Вот вы создаете результативные команды и стратегии. То есть вы изучаете, какие навыки у вас требованы, какие навыки дают наибольший результат, и это внедряете в свою деятельность, работая с командами и корпорациями. Верно? Да, да. Так это происходит? Конечно, конечно. Но на самом деле есть пирамида навыков, которые вообще не меняются. Ну, базовые навыки — это все, что касается нашей продуктивности. И я думаю, что у многих спикеров, Павел, в том числе и на вашем канале, конечно же, красной нитью проходит, если у нас нет энергии, если у нас нет желания что-то делать, то прекраснейшие ценные идеи так и останутся идеями. Ну, а потом идут софт-скиллс, селф-скиллс, там само-менеджмент, тайм-менеджмент, харды — это профессиональные навыки. Ну и, конечно, в топчике все, что связано с командой, все, что связано со стратегией, все, что связано с лидерством. Ну, вишенка на торте — это, конечно же, навыки обучения других, коучинг, менторинг — это, наверное, одни из самых таких топовых навыков. Ну и, конечно же, если мы говорим про компанию, про лидеров, про команду, где-то больше развиты, например, харды. И есть, мы с вами понимаем множество компаний, в которых… Харды, вот, например, ну, как бы можно, может быть, кто-то из наших зрителей не понимает, что мы имеем в виду, вот поясните немножко. Это профессиональные навыки. Ну, например, у нас в компании, допустим, у вас в компании, друзья, есть отдел маркетинга, отдел продаж, отдел производства, отдел логистики. И, конечно же, у людей в определенных отделах должны быть профессиональные навыки. Ну, в маркетинге, маркетинговые там целый букет навыков, в продажах, там, в логистике. Но есть навыки, которые объединяют все команды. И у меня вопрос к аудитории. Как вы думаете, какие навыки для руководителя являются главными? Поэтому пишите ваши варианты в комментариях, там, где вы слушаете или смотрите этот выпуск. Ну, я могу ответить на этот вопрос. Так, сначала пишут наши зрители и слушатели. Ставим на паузу. И слушаем, да. Да. Что, Елена, вы нам скажете на этот счет? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Вы знаете, когда я провожу обучение в компаниях или стратегические сессии, я задаю вопрос. А как вы считаете, какие навыки для вас, ну, в основном, сидят руководители, являются ключевыми? Ну, и, конечно, люди говорят, ой, мы там профессиональные навыки. Нам нужно стать номер один там на рынке, чтобы мы были известны, распиарены. Ну, а на самом деле, да, это, конечно же, задача. Главными являются управленческие навыки для руководителя. Я автор двух книг, вот одна из них скоро готовится, уже готовится к выходу. Это спецнавыки ТОПа, вторая спецнавыки РОПа. И вот в своей первой книге я пишу о том, что 90% российских руководителей, неважно, где они работают, в малом, в среднем или в крупном бизнесе, они не могут перечислить все управленческие навыки. А сколько их, кстати? Ну, вообще, пятерочка. Пять основных? Пять. Там есть разные системы, конечно, мировые, где-то есть четыре навыка. Ну, мы придерживаемся пять, на самом деле шесть. Мы, например, обучаем шести навыкам. Ну, если это не такое большое количество, я думал, скажут, что 50, 100. Перечислите, пожалуйста, пять. Да, все их знают. Планирование, организация, мотивация, делегирование, контроль, обратная связь. Обратную связь практически никто не называет. Это уже шестой. Шестой, да. Это одни важнейших. Ну, мы проконтролировали, нужно дать сотруднику обратную связь. Но обычно называют три навыка. Например, планирование, мотивация и контроль. Или, например, организация, делегирование, контроль. Самое интересное, что люди называют свои сильные навыки. А некоторые другие, которые у них вообще западают. Ну, например, у кого-то вообще очень плохо с планированием, но зато классно с мотивацией. Или вот у кого-то классно с планированием, контролем, но просадка идет с делегированием мотивации. То есть руководитель должен все эти навыки в себе совмещать. Да, они же навыки, они же зоны ответственности. И вот интересно, знаете, такой момент, да, сегодня уже столько книг, ну, просто книжные, ломятся от книг тысячи книг. И видео много. Материалов, и видео, и бесплатного контента много, и обучающего, и курсов, и вообще всего, да, и образования разного специального, дополнительного. И все равно, получается, есть какой-то пробел? Ну, конечно, вы знаете, ну, на самом деле руководителям, продавцам есть такая пословица, нужно родиться. И, конечно, руководители не только шесть навыков, у них гораздо-гораздо больше. И часто мы создаем профили компетенции в компаниях, по которым люди будут развиваться. Ну, кстати, вот представляете, вы для вас, представьте, что вы масштабируетесь. Я думаю, многие слушатели вашего канала, нашего канала, вообще развиваются, масштабируются. Но какие навыки нужно развивать руководителю для руководителей, которые приходят в бизнес? Потому что, когда компания масштабируется, нужны руководители. В смысле, наемный руководитель. Наемный, который среднего звена, да? Топ-менеджер. Да, у кого-то топ-менеджер, у кого-то просто маленький бизнес, хотя бы какие-то должны появиться. Так, и какие же это навыки? Ну, вот прежде всего, вот эти базовые. А для многих людей это вообще непонятно, как это. И они не проходили никогда базового обучения, они не читали книжечку, в которых это описано. Они от природы, вот какие есть, такими они интуитивно развиваются. Но при этом, конечно, упускаются около 50% эффективности. Прежде всего, самому руководителю очень сложно управлять. Очень сложно. Потому что задачи компании мы можем достигать сложным путем. Ну, это типа увидеть Париж и умереть. Достигнуть план плода, чтобы выполнить и лечь костьми. Ну, а, конечно, наша задача, чтобы мы достигали новых планов, новых масштабов более легким путем. А какие проблемы вы видите чаще всего? С чем обращаются? Вот вряд ли к вам обращается крупная компания, корпорация. Знаете, мы поняли, что у нас пять навыков не развиты, да? Они же приходят через какую-то проблему. Какой вы сейчас, с какой проблемой сталкиваются наши крупные предприниматели в том числе? Знаете, мы возьмем, давайте возьмем большие компании, корпорации, где мы работаем в том числе для корпоративных университетов. Там все уже есть. Вот для молодых сотрудников попасть в большую компанию, где есть внутренняя система обучения, ну, то, по сути дела, получить такой карьерный и навыковый лифт. Вот, например, одна из моих дочерей, она после института пошла в большую международную компанию, где сразу она попала в систему обучения. То есть она там через два года была подготовлена уже по всем ключевым компетенциям. Мы там делаем только особенные вещи, например, обучение внутренних менторов, руководителей как менторов или руководителей как коуча, руководителей как наставников. То есть мы занимаемся такими уже серьезными вещами, которые внутренними силами не закрыть. Но если мы берем малый бизнес, если мы берем средний бизнес, то там, конечно же, нужно все. Например, вот сейчас, последние два года, мы с вами знаем, многие компании масштабируются. Соответственно, стратегия была непонятна. Сейчас уже стратегия весна, слава богу, на импортозамещение, на развитие. И, конечно же, компании укрупняются. Основная ключевая проблема – это отсутствие взаимодействия между ключевыми подразделениями. Причем это идет как на уровне команды руководителя, ну, будем назвать это топ-команды, или там ключевые сотрудники компании. Вроде бы изначально все жили дружно, когда была большая семья, там 12, 15, 20, 30 человек. А потом, когда уже начинаются какие-то типа инструкции, начинается деление, вот там начинают уже проходить очень мощные линии обороны между подразделениями, которые становятся такими монастырями, со своими уставами, со своими уже традициями. Ну вот есть такое мнение, да, сегодня популярное мнение, что компания не может масштабироваться, потому что у руководителя, там, у собственника есть некие ограничения, которые нужно проработать. А вы, получается, сейчас говорите совершенно о другом, что масштабированию мешают, ну, реально какие-то коммуникационные навыки. Существует коммуникации между подразделением. Все сегодня нацелены на то, чтобы масштабироваться, нужно вот расширить свое мышление, взять вот какого-то наставника-проводника, который поведет. Вот как здесь, где здесь правда, где здесь ложь. Ну, в этом все есть правда. Вопрос, что же изначально? Просто наставник, который работает с руководителем, и который сам не решал проблемы взаимодействия в команде, скорее всего, будет прокачивать самого руководителя, владельца бизнеса. Ну, и мы с вами знаем, что иногда такая бывает, чем больше руководитель прокачивает сам себя, тем больше пропасть между ним и его командой. Ну, вот, например, он самый такой распространенный запрос сейчас, потому что я тоже как ментор и наставник работы с руководителями. Слушайте, почему мои не развиваются? У меня, значит, три MBA, там, три сертификата золотых, вот такие-то там у меня уже наработанные скиллы. Ну, а мои я им прихожу, даю идеи, а они не растут. Ну, конечно, потому что все, что руководитель делает только для себя, команде нужно продать. Команда не может вот так на ходу купить все эти идеи. С командой нужно проводить изменения. И чаще всего, почему, например, в товарищах нет согласия? Потому что руководитель вообще не очень хорошо понимает, что он хочет от своих нанятых руководителей, руководителей подразделений. Такой вопрос на засыпку, который я спрашиваю, ну, чаще всего при первой встрече, вообще, чего вы хотите от своих руководителей? Вот вы жалуетесь, что они неэффективны? Ну, это самая большая жалоба, что они неэффективны. Да, мало продают. Руководитель отдел продаж, мало продают. Вы знаете, даже сейчас я не могу сказать, что жалобы на руководителя отдела продаж. Жалобы на то, что маркетинг что-то про свое, там, продажи про свое, там, логистика, склад, как-то не поспевают за всем остальным. И руководители, вот один из руководителей, у него бизнес, это производство небольшое, это молочка, можно сказать, не молоко, но прекрасный продукт. Мы с вами знаем, что сейчас, наверное, кофе просто на молоке пьют, там, не знаю, меньшинство, наверное. Я, это я. Да. Так вот он говорит о том, что, знаете, я хочу, чтобы они хорошо работали, а как вы оцениваете их? И он говорит, ну как? Если они выполняют планы подразделения, очень здорово. Я говорю, хорошо, а вот вы ставили такую задачу, что они не только должны выполнять планы подразделения, они должны еще взаимодействовать между собой. Вот вы оцените по десятибалльной шкале уровень взаимодействия. Вот, уважаемые слушатели, вот сейчас оцените уровень взаимодействия команды под вами, по десятибалльной шкале, где десятка это вообще классно взаимодействует, и с вами, и между собой, то есть в товарищах есть согласие. Ну, а понятно, что там, чем ниже, тем хуже. И он говорит, слушайте, а я вообще им такую задачу не ставил? Я говорю, как у вас проходят совещания? Ну, я их собираю, нарезаю задачи, они кивают, и тут работают. Я говорю, а где косяки? А косяки выходят потом, когда они что-то не сделали, потому что им нужно договориться. Бизнес-процессы проходят через команду топов. Бизнес-процессы проходят вообще на многих нижних уровнях компании. Например, если мы с вами делаем какой-то заказ. Это же не топы работают с клиентом, так ведь? Да. Ну, а чаще всего, даже если топы договорились, если ключевая команда договорилась, а сотрудники-то привыкли рождавать. Это как Фаина Раневская говорила, понимаете? Против кого дружите, девочки? А девочки дружат друг против друга. И когда нужно быстро решить запрос клиента, это нужно идти на поклон, как-то там договариваться через васюки, чтобы решить какой-то срочный заказ, потому что люди не привыкли вместе работать. Ну, и чаще всего руководитель узнает об этом не первым. А вот почему коммуникация нарушается? Согласны ли вы с тем, что это из-за конкуренции? Между людьми? Да. Ну, некая зависть, конкуренция, каждый перетягивает идеал на себя. Такое можно? Конечно, конечно. В связи с этим у меня второй вопрос. Если конкуренция может мешать, пример, то есть это такая нездоровая конкуренция, в то же время конкуренция здоровая может развивать команда, когда у них есть соревновательный режим. Вот здесь мне хотелось бы узнать побольше, как вы налаживаете между ними вот эту связь. Вы знаете, вот вы, Павел, правильно сказали о том, что есть конкуренция, а есть соревновательность. Когда конкуренция, это все, у нас кругом враги. И вот когда есть внутренние враги, тогда внешних врагов уже не надо. Потому что команды дружат против, но не против конкурентов. И эту компанию очень легко победить. А когда есть соревновательность, здоровая соревновательность, когда есть праведливая оценка вклада людей, когда не только отдел продаж награждается, да, там лучше в рейтинге, когда и другие отделы тоже поощряются, тогда, конечно же, есть желание вместе работать. Так в итоге благодаря чему создается эффективная команда? Когда уходит конкуренция и начинается соревнование, и каждый получит по своей продуктивности? Когда есть решение, что если мы создаем команду, если мы создаем, в компании есть корпоративная культура, и это не конкуренция, если есть решение собственника, тогда это начинает реализовываться. Если сам стиль общения и стиль взаимодействия, вообще личностный стиль отца основателя бизнеса конкурентный, то чаще всего конкуренция, вот подавляя властвую, кинем что-то, пусть кто вперед это сделает, вот тогда это порождает уже внутреннюю конкуренцию. Но в такой компании могут работать не все. То есть как бы, да, начни с себя. В любом случае нужно начинать с руководителя, с собственника, с ключевой фигуры, и его, получается, ценности, они транслируются на команду. Конечно. Но вообще, если мы говорим про международный рынок, про международную статистику, высокоэффективные команды всегда опережают компании, где есть принцип разделяя и властвуй. Потому что все равно вот в такие команды приходят люди, у которых немножко такое зависимое поведение, которым нравится, когда их унижают, когда им нравится, что кто-то там показывает им слабые стороны и не говорит хорошее. Ну, это, собственно, определенный стиль. Как сейчас модно говорит, непроработанные. Непроработанные люди идут в такие компании, да, и получают все свои вот эти моменты негативные. Да, это такое зависимое, аддиктивное поведение. И получается, что вот этот навык управлять, именно выстраивать коммуникацию, этому можно обучиться. Например, если у человека не было, да, такого опыта, то, в принципе, он может этому обучиться. И какую-то вы даете технологию, которую он потом может применять правильно. Потому что большинство действительно интуитивно, да, то есть интуитивно руководят, интуитивно все делают. Конечно, здесь вообще большинство людей, кто достиг уже успеха, ну, назовем так, интуитивно не обучаясь, это люди, ну, я их сравниваю как с алмазом. Ну, вот мы с вами найдем алмаз, но все-таки просто необработанные алмазы и бриллиант, это разная стоимость на рынке. Ну, и одна из ключевых проблем, чему учиться? У меня есть очень такой яркий кейс. Когда-то, много лет назад, уже больше десяти, мы стали работать с небольшой фабрикой, меня пригласили собственники компании, которые хотели поставить наемного директора. Наемный директор был на мастер-классе, мастер-класс был посвящен подбору персонала. Эта тема так, как заинтересовала, они говорят, Элина, мы хотим развиваться, обучаться именно в этой теме. У нас маленькое производство, швейное производство в Челябинске, компания называется «Лаприма». У нас есть производство B2B, это для небольших отелей, для частных заказчиков, постельное белье. У нас есть своя розница, однако мы хотим большего. И вот первый навык, который они для себя выбрали, это подбор качественного персонала. Технологию, которую мы передали, я помню, что там был тренинг, не только эта компания была, они сразу стали применять, и вот у них отдел продаж, который они тогда подобрали, он у них на 90% и сейчас работает. Ну, отдел продаж работает, все здорово, они хотят там X5, X6. А где это сделать? А это, собственно, за счет того, что нужно работать уже не с маленькими отелями, а с теми, кто может платить больше. И я помню тот момент, когда было принято решение о том, что да, давайте работать с большими. Ну, тогда вопрос, который мы обсуждали, а где же эти большие отели? И это оказывается большие, это Мариоты, Рэдисоны. Ну, и тогда у персонала был вопрос в глазах, ну, где мы, а где Мариоты и Рэдисоны? Ну, на что, собственно, было сказано, давайте-ка посмотрим. Посмотрим, что нужно, чтобы работать с этими сетями. И удивительный факт, через полгода была получена сертификация этой компании, они первые, единственные в России, кто были сертифицированы от международных сеток Мариотт, Рэдисон, Холидей, и Кроун Плаза, и другие международные отели. И они шили все, ну, все тряпочки, шторки, постельное белье, там, скатерсти. И вот вроде бы небольшая фабрика, но по всей стране эти отели есть, и они единственные. Потому что было выгодно шить именно у них, а не заказывать, да, в Польше, в Венгрии, где-то еще. А потом у нас стал вопрос, а как дальше масштабироваться, а где же те большие магазины, которые будут брать их постельное белье. И через некоторое время это стал хофф. Но когда Икея ушла с рынка, то все больше и больше. Но какие навыки развивали? Управленческие навыки. Как только началось масштабирование, мы с этой компанией не только проводили сессии стратегические, ставили конкретные планы, но и самое главное, развивали руководителей. И вот уже более 10 лет фокус как раз на развитии руководителей. Да, конечно, там есть отдел продаж, который прокачивался и прокачивается, есть другие подразделения, но самый большой прирост для компании это будет именно развитие руководителей. Ну, то есть управление небольшой компанией, да, это один тип человека с одним типом мышления, управления, а крупная компания это уже совсем другие навыки нужны. Конечно, и Денис Силин, он постоянно генеральный директор и со-собственник компании, со-владелец, постоянно учился, и вот пять компаний уже входят в их бренд. Одна из компаний занимается мебелью, одна из компаний продает франшизы, как раз-таки на Лаприма, а одна из компаний, они от Осконы продают матрасы для гостиничного бизнеса. эффективность отдела, которую мы тогда создали, там за год она была в три раза больше, чем отдела продаж самой Осконы по этому сегменту. Это открытая информация, мы об этом можем говорить. Но это по поводу того, что бизнес делают люди, у которых четко есть развитие навыков. Так все-таки я вот вначале задала вопрос по поводу того, что вот сегодня модно вот это наставничество, вот этот внешний трекинг, он может дать такие результаты в масштабировании? Вот у предпринимателя стоит запрос на масштабирование бизнеса. И так как везде популярно сегодня, что уберите свои ограничения там и так далее, и вот он берет себе этого наставника, трекера, который с ним что-то там делает раз в неделю. Вот этого будет достаточно, чтобы реально масштабировать бизнес? Я всегда за комплекс. Я за комплекс. Конечно, наставники нужны, потому что когда наставник сам проходил какой-то путь, он может быть... Ну то есть это должен быть наставник, который такой путь проходил? Конечно. Это не может быть наставник, который просто обучился на наставника? Теоретик нет. Теоретик не сможет провести? Нет. Ну, смотрите, в любом случае, кто такой наставник? Тот, кто уже имеет опыт, и он может за счет своих успехов, кейсов, опыта, ускорить развитие в данном направлении. А если у тебя этого опыта нет? То, да. Ну, извините. Технология, она просто как... Она не будет работать, если у человека не было. Не будет работать, нет. Я вот тоже хотел пойти в тему вопросов о наставниках. Полина меня опередила, но пока вы говорили, я получил ответ на вопрос, для чего нужен ментор в бизнесе. Смотрите, получается, что бизнес думал, мы маленькие, где мы и где такие отели. То есть ограничение было на уровне «мы не потянем». А оказывается, решение оказалось вообще в другой плоскости, в плоскости навыков. И как им самим до этого додуматься? Приходит внешний человек со своей моделью, со своим мышлением, кейсами и опытом, и говорит, ребят, не туда смотрите, вопрос не в ваших размерах производства. Давайте-ка мы над навыками поработаем, и все случается. Ну, во-первых, навыки, тут еще вот такой момент, да, что выяснили целевую аудиторию, а там, оказывается, сертификация, и ее реально получить. Они ее получили и стали поставщиками. Альгоритм, да. Да, то есть... Да, важный вопрос вы затронули, Павел. Смотрите, навыки всегда под стратегию. То есть было решение, что мы теперь масштабируем все стратегии, мы должны стать первыми для вот таких крупных сеток. А то есть они цель поставили, не знали как, и пришли к вам, у нас есть цель, но не знаем, как ее решать. Нет, сначала вообще этой цели не было, потому что это на стратегической сессии все весь разговор был. А, вы им даже цель помогли поставить. Ну, мы, конечно, мы начали. Вообще, владельцы акционера сказали, мы хотим прирасти X5 или X6. Ну, цель. То есть изначально цель просто увеличения. Тогда стратегия. Через что? А стратегия, она всегда захватывает клиентов. Через каких клиентов мы пойдем воплощать эту стратегию? И это крупняк. А для того, чтобы работать с крупняком, ведь нужно не только сертификат получить, ведь нужно пойти на переговоры, нужно весь производство перестроить, да, там тоже нужно людей совершенно другому учить. И поэтому, если мы говорим про навыки, они всегда под стратегию владельца делают. Делаются. Разрабатываются. Ну, а владельца не всегда сами управляют, там же генеральный директор есть. Ну, и другой уже вопрос, есть ли коммуникация? Владельца может хотеть одного, генеральный директор наемный, другого. Мне интересует вопрос. Возможно, он банальный. Вот вы же могли прийти и пойти путем, ну, хотите прирасти, давайте загрузим отдел продаж, давайте больше продавать. Но вы же им предложили другое решение. Вы из чего исходили? Вы сразу видите, какое решение можно предложить под их стратегию? Ну, в поле моих компетенций, как правило, из-за того, что насмотренность уже более 20 лет, с крупными компаниями, лидерами рынка, причем международными, со средним бизнесом, конечно, есть насмотренность. Потому что, что делает наш бизнес сейчас российский, он, по сути дела, повторяет развитие международных компаний, которые когда-то захватили наш рынок. А захват произошел рынка, это начало 2000-х, ну, до 2007-го года уже захват международными корпорациями нашего рынка состоялся. Ну, мы все с вами видели и понимаем, как это было. А сейчас нашему бизнесу нужно это повторить. Поэтому какие-то решения, разумеется, я могу подсказывать. Все, что касается управления, развития руководителей, развития компетенции персонала, ну и, конечно, одна из наших любимых сфер, это, конечно, все, что связано с продажами и ростом производительности, эффективности продающих подразделений. Ну, наша любимая тема. А с малым бизнесом вы работаете? Конечно, часто очень приходит малый бизнес, ну, малый бизнес малому бизнесу рознь. Вот как спикер я выступаю часто на конференциях для малого и среднего бизнеса. Цель на конференциях, мы, наверное, с вами знаем, это получить новые решения. Вы же тоже очень много, Павел, выступаете. Да, выйти на новую аудиторию, масштабироваться, новые знакомства, возможно, контракты будущие, это все влияет. Да, а для малого бизнеса любая конференция – это возможность расширить свое мировоззрение. Но потом-то ты приходишь в компанию, нужно же делать. Поэтому, если маленький бизнес, если у вас микробизнес, друзья, ходите на тренинги, на открытые, сами. Но если нужно работать с командой, всегда приглашайте внутрь. Потому что, если вы, ну, давайте возьмем так, пресловутый тренинг по продажам, отправили на два дня на открытый тренинг в ваш отдел продаж, они чему-то там поучились, ну, причем хорошие методологии, они пришли, они вряд ли смогут без вас это применить. Потому что нужно не только лучше звонить, лучше договариваться, чаще всего перестраивать формат. Самый ужасный вариант, если вы отправили отдел продаж обучаться на тренинг без руководителя, без самого себя. Самый ужасный – это деньги на ветер. А вот когда вы внутри начинаете внедрять, менять стратегию, смотреть, кому продаем, что продаем, как, где эффективность, можно очень быстро нарастить эффективность. Вот средний бизнес, там я за то, чтобы приглашать уже фасилитаторов, тренеров, коучей внутрь компании. И вы еще тоже вначале говорили, что вы обучаете в том числе руководителей, коучингу, да, вот фасилитациям. То есть это тоже один из навыков будущего, что руководитель должен научиться действительно всем этим. Конечно, это навык будущего. Смотрите, друзья, здесь мы исходим из некоторых моментов. Да, когда вы проводите большую стратегическую сессию для компаний, лучше пригласить внешнего фасилитатора. Потому что, если вы будете фасилитировать, чаще всего вам не расскажут проблем. Потому что на любой стратегической сессии, ядром стратегической сессии является выявление проблем, которые находятся на разных уровнях развития компании, в разных местах, они могут и вовне, на рынке находиться эти проблемы. И сотрудники очень часто не скажут правду. Если сам руководитель является ведущим этой сессии, это вообще стратегическая командная сессия, это тщательно срежиссированное мероприятие, которое прямо нуждается в серьезной проработке. А и потом, ведь надо воплощать. Чаще всего бывает, что два дня стратегическая сессия получилась, дорожная карта, 20 листов на флипчарте. Все вдохновлены, заряжены. Заряжены, говорят, спасибо, мы так хорошо поработали. Какой у нас замечательный, смелый руководитель, он услышал все наши проблемы, он нас не уволил, сам не сбежал, не застрелился. А потом, через 2-3 недели, ой, а где-то у нас были ЭДИТа? А что мы там хотели сделать? Что мы там хотели сделать? Все возвращается как бы так же, как было, да? Ну, процентов 10-20 все-таки есть изменения, но не все, потому что ведь это нужно уже менять мышление и бизнес-процессы во всей компании. Так вот, для больших стратегических сессий хорошо приглашать внешних, но ведь есть маленькие, ведь командные сессии, это не то, что мы делаем два раза в год. Командную сессию можно сделать по любому вопросу, например, маркетинговой стратегии нашей компании. И тогда, да, можно маркетолога пригласить, но какие-то вещи руководители могут делать сами. Ну, что такое фатилитация или командная сессия, это, по сути дела, умение управлять, ну, назовем так, в формате мозгового штурма, это очень простой формат мозговой штурм, на самом деле все сложнее, но уметь управлять мозговой активностью своих собственных сотрудников. Это 100% То есть, такие управляемые совещания, да, не совещания, где каждый докладывает, а реально, чтобы это был какой-то управляемый процесс, на котором еще что-то рождалось новое. Да, да, и очень часто, знаете, в чем сложность, что руководитель привык, что у него есть люди очень активные, ну, примерно такие, как мы с вами, экстраверты, которые, сам зовут я, гранитный карьер я, а есть люди, которые молчат, но чаще всего как раз эти люди могут, если их послушать, если создать такую обстановку, что им будут, ну, скажем так, они не будут бояться высказаться, они скажут какие-то важные вещи, которые касаются их проблемы. И могу привести очень яркий пример на эту тему. Когда-то я проводила стратегическую сессию в одной компании, которая выращивала цветы. Это очень известный бренд, очень известный бренд, сейчас его салаты практически на каждой полке в магазине, которую можно не мыть и, собственно, кушать, завтрак, обед и ужин. И речь шла о том, как, на самом деле, увеличить продажи и выйти на большие сети. А чем занималась компания? Выращивала цветы, это, например, в межсезонье, это разные долголетние цветы, 8 марта это тюльпаны, конечно, ну, 8 марта это такой праздник, когда, наверное, продажи тюльпанов к 8 марта являются, наверное, такой, не знаю, большей частью в прибыли компании. И вот все было здорово, обсуждали, проблемы уже обсудили, и я помню момент, когда их гроном, по-моему, Нина Антонна, она уже такая, лет за 60 ей было в тот момент, и она говорит, ну, слушайте, ребята, вы тут все обсуждаете, все хорошо, ну, шланги у нас короткие на третьей теплице, ну, все там, все такие обсуждают, ее никто не услышал, она сидит, молчит, я заметила, я говорю, давайте-ка послушаем Нину Антонну, Нина Антонна, да не надо, все, проехали уже, пойдемте дальше, все, давайте дальше, что там с шлангами, ну, короткие шланги, ну, какие у вас идеи, почему они короткие? Своровали, отрезали куски. Точно, первое, самое первое, своровали, отрезали куски, на самом деле нет, дело в том, что теплицы были старые, и система полива была такая, какой бы ни была вот эта длина шлангов, все равно середина теплицы, она не проливалась водой, и если получается, луковицы не получают воды, столько, сколько нужно, да, они будут расти, развиваться, но эти тюльпаны, они наберут цвет не 8 марта, а 11-12, то есть основное мы возьмем 70% нормальное продадим, а вот 30% у нас, извините, ну, практически на выброс, ну, и стали думать, да, сначала руководили тоже, да, кто ворует шланги, давайте посмотрим, а где, а почему они короткие, а как у нас, а что, но в результате полчасового обсуждения было, уже все понятно, что что-то надо менять, а как менять, как сделать полив, и тогда было принято решение, что давайте мы посмотрим международный опыт, когда вообще в Голландии, вообще-то на воде тюльпаны у нас цветут, почвы там нет, там специальный раствор, они прекрасно развиваются, а как нам сделать технологию, давайте купим у Голландии, и уже буквально там через 2-3 месяца договорились о лизинге, голландцы поставили линию, а здесь первые санкции против нас, тюльпаны из Голландии в тот год не полетели, и только у этой компании оказалось в нужном количестве тюльпанов к 8 марта, они захватили все сети сразу, ну, а вопрос был, белый лебедь такой, да, прилетел, а вопрос был в том, что Нина Антоновна, она, собственно, сказала просто одну фразу, да? Да. Шланги короткие. Хотелось бы вернуться чуть-чуть назад, вы начали с того, что какой-то руководитель что-то сам может сделать, кого-то пригласить, как найти нужного подходящего человека, все-таки для задачи по работе с командой, ведь много сейчас бизнес-тренеров, спикеров, рынок растет безумными темпами. Да, это вопрос вообще очень серьезный. На самом деле, если мы с вами видим, что сейчас количество менторов, коучей на душу населения, я не знаю, просто зашкаливает. На каждого успешного предпринимателя три. Три, да. Может, больше даже. Ну, и успешный предприниматель на самом деле тоже становится менторами, наставниками, коучами. Давайте разберемся, вот в чем разница. Чаще всего люди не видят разницы между ментором, наставником, коучем. Кто такой ментор? Ну, ментор, на самом деле, очень часто человек-наставник, но он называется словом английским, там, да, иностранным, ментор, потому что дороже стоит. Вот. И ментор, и наставник, они делятся своим опытом. Ну, и задача наставника, это, конечно, как и ментора, ускорять развитие за счет того, что человек щедро делится своим опытом. Менторы, они чаще всего, профессиональные менторы, они имеют еще коучинговый бэкграунд, то есть они понимают, что не просто нужно делиться, а нужно понять, что хочет человек, к какому результату он хочет прийти, какие у него есть, там, опять-таки, сложности. А есть профессиональные коучи. И это люди, которые, они не дают советов. Для многих это вообще разрыв шаблона. Сейчас, уважаемые слушатели, подумайте, кто ваш коуч. Если он вам дает советы, это не профессиональный коуч. Он просто так назвался. Профессиональные коучи, они задают вопросы. То есть они могут, там, в какие-то моменты, там, например, час коуч-сессия, а в следующей встрече это ментор-сессия. Можно совмещать форматы. Ну, вот когда-то, много лет назад, когда я уже была консультантом и тренером, мне всегда становилось удивительно, что такие ценные советы на тренингах, во время консалтинга, компании берут. Они говорят, ой, все, так было здорово, так зашибись. Проходит месяц, все ушло в песок. Я искала способ, вообще, как воздействовать на руководителей, чтобы они больше внедряли. Ну, потому что рынок, на самом деле, достаточно узкий. И когда спрашиваю, слушайте, вот вы работали там с Элиной, как вам? Ну, да, поработали. Внедрили? Ну, вы знаете. И тогда вопрос, как будто бы консультанту. В 2002 году я узнала, что есть такие люди-коучи. Да, вот очень интересно, как вообще вы начали, пришли к этой деятельности, да. Да, это было, я помню, задавала на факультете МБИ, где я была, работала как раз с одной из преподавательниц. Я ей задавала вопросы, мы обсуждали какой-то важный момент. И она говорит, Елена, вы задаете вопросы, как коуч. Кто такие коучи? Я загуглила. То есть это еще в 2002 году уже вы это услышали? Потому что это сейчас как бы модно, но 20 лет назад, я думаю, мало кто слышал еще. Да, я говорю, слушайте, вообще такое слово неблагозвучное. Вообще кто это? Я загуглила первая конференция по коучингу в ноябре 2002 года. Я думаю, там почитала, что такое коучинг. Думаю, все, мне туда. И вот с тех пор я, прилетев на конференцию, я поняла, что да, это один из инструментов, методов, стилей, профессиональных навыков работы с руководителями. Когда коуч, прошедший специальное обучение, он не просто так вопросы задает, он задает их в определенной логике, у него есть определенные инструменты, у него есть воззрение, как задавать эти вопросы. Когда человек, эффективный человек, он за счет того, что у него есть много в голове, он начинает под воздействием коучинговых вопросов сам создавать для себя путь достижения своих целей. Он также видит навыки, которые ему нужны. То есть он работает на своем содержимом. И в мире это один из самых эффективных способов для уже людей опытных, как им работать над приоритетами. В общем-то, люди из списка Forbes, не только международного, но и у нас, Россия, они все имеют своих коучей. Это профессиональное международное образование. Мне повезло, что я работаю по стандартам в самой большой федерации, это международная федерация коучей. Мы обучаем наш университет, и я лично обучаю коучингу по международным стандартам. И могу сказать, вот сейчас у меня уже огромный опыт работы, начиная там с людьми из списка Forbes, вице-президентами компаний до стартапов, что коучинг — это тот инструмент, который подходит всем, особенно молодежи. Вот молодежь, если мы возьмем людей возрастных и людей, которым 25-35 лет, даже 40 лет, для них это самый лучший способ принятия решений. Когда направляют, да? Когда направляют. Правильно направляют. Да, поэтому если вы выбираете себе коуча, прежде всего спросите вообще, какой сертификат. Если это международный сертификат, если коуч сам проходил менторинги, если он сам работает с наставниками, оценщиками, то да, можно доверять. Но очень важно все-таки еще и заточка. Потому что коуч коучу рознь. А чем коучи отличаются друг от друга? Ну, помимо образования, сертификатов, есть еще какие-то? Да, есть специализации. Если мы говорим про международный рынок коучей, то он делится на две большие части. Это лайф-коучи и бизнес-коучи. Мы работаем только в бизнес-коучинге 2002 года, потому что коучинг для меня это как инструмент, один из инструментов, кроме консалтинга, бизнес-обучения. И в бизнес-коучинге тоже очень много специализаций. Как правило, востребован executive coach. Востребован на рынке для руководителей. И здесь вопрос. Хороший executive coach, он сам должен быть либо руководителем, либо он должен работать в корпоративной среде, у него должна быть насмотренность. Тогда он хороший, будет executive coach. Есть коучи, которые в бизнесе, которые работают с командами. Командные коучи. Это тоже отдельная специализация, это отдельное обучение. Есть коучи, которые работают для повышения продаж. Это sales-коучи. Даже такие есть. Да. И есть коучи, которые работают с корпоративными и личными финансами. Это тоже бизнес-коучинг. Это финансовые коучи. Вот sales-коучи и финансовые коучи, и коучи, и Vigial, мы готовим по нашим сервификационным программам. Уже более семи лет. Потому что это коучинг, который заточен на результат. То есть это есть, да, лайф, когда человек хочет просто понять, что ему делать там завтра образно. Или когда это бизнес, это совершенно разные подходы получаются. Конечно. Вопросы одинаковые. Вопросы одинаковые. У меня одна из моих метафор любимых, что вопрос, он как скальпель. Вот есть врачи, которые прошли обучение, они могут сделать, не знаю, вырезать аппендицит. Или хирурги, есть специализированные хирурги. Но если, например, нужна какая-то серьезная операция на сердце, на мозге, там круговая подтяжка лица, все-таки это специализации. Не может человек... Недостаточно просто уметь разрезать. Конечно. Ну вот человек, представим, что он оперирует, вырезает аппендицит или делает полостные операции на животе, да. А вдруг нужно операцию на мозге сделать. И один раз он сделал эту операцию, ну помог человеку, ну допустим, уж врачи, уж простите меня за грубую метафору, но тем не менее, она подходящая, да. Все равно нужна специализация, потому что вопросы задаются не просто так, они задаются в больные места. Дальше нужно это вести, да. Да. Вообще, коучинг — это тот инструмент, эффективность которого можно оценить в процентах, в рублях. Если мы говорим про селс и финансовый коучинг, это не просто про осознанность, я понял предназначение, это не просто про убеждения, про эмоции. То есть можно реально поставить какие-то цифры, оцифровать, скажем так, результаты можно оцифровать. Да, можно и нужно. И хорошие коучи, бизнес-коучи, они умеют это делать. Ну, в частности, те, которых выпускаем мы. Интересно. Я хочу обратиться к вашему опыту и насмотренности. Опыт у вас 20 лет и более, да. И, может быть, ваши примеры или примеры коллег. Вот может ли компания из малого в средний, из среднего в крупный бизнес? Может быть, какие-то есть такие кейсы, когда компания прошла такой путь взлет? И вообще, реально ли? Потому что иногда разница между малым бизнесом и средним, ну, она просто огромная в оборотах, в доходах. Есть ли такие примеры у вас? Ну, тут большое количество, не знаю, процентов 80 компаний, с которыми мы начинали работать, когда они были малыми или средними, они, конечно, масштабировались. Здесь я могу просто примеры сказать, я могу сказать проблемы. Давайте вот с проблем начнем. Давайте. Потому что когда малый бизнес, ну, по сути дела, что такое малый бизнес? Это владелец бизнеса создал рабочее место для самого себя. Прекрасный пример. Пример это когда он, многие говорят, я там как раб на галерах, да? Но бизнес малый может приносить деньги. Уже кандалы могут быть не железными, они могут быть уже серебряными, даже золотыми, да? И машина может быть очень крутой, и там недвижимость. Но все равно человек так вовлечен в бизнес, что бизнес без него не работает. То есть он создал дело, но не бизнес. Бизнес начинается, когда человек уже, можно сказать, этот бизнес, не я работаю на бизнес, а бизнес работает на меня. То есть есть структура, есть система. Это самая большая сложная задача из малого бизнеса, где вперед, погнали, навалились, перейти в структуру, которую, да, там есть инструкции какие-то, там есть оргструктура. Там уже формируются так называемые шесть колес бизнеса, маркетинг, продажи, производство, логистика, финансы там, что там еще, кадры. Могу, например, много рассказывать примеров, когда компания, ну, допустим, небольшое производство в Башкирии. Да, они, когда мы начинали с ними работать, они были средним бизнесом, но не таким, чтобы прям вот в лидерах рынка. Да, у них было производство грузоподъемного оборудования. Сама управленческая команда, она там была, там, несколько человек. Когда начали работать, выяснилось, что для того, чтобы масштабироваться и захватывать рынок, а у них очень качественная, на самом деле, продукция, нужно готовить команду. И команда сначала была по типу семья. Ну, а что такое семья? В семье не без рода, кто-то накосячил, но мы ему простили. А здесь оказалось, что нужно устраивать структуру. А кого ставить? Оказывается, нужно выбирать руководителей подразделений, в том числе производства. Нужно ставить правильного финансового директора. Нужен маркетолог. Нужен коммерческий директор. Потому что, ну, а раньше продажами занимался сам собственник. Прошло, наверное, года полтора. Мы сделали стратегические сессии, обучали руководителей. Не просто обучили, а именно внедряли изменения. Ну, там много всяких работ хороших совершили. Компания открыла новый цех еще на 400 рабочих мест. Новую линию. Сейчас делают не только из стали грузоподъемное оборудование. У них еще и текстильное стали. Взяли технологию в Китае. Сам директор, он владелец, он прошел MBA. С командой. Команда очень сильно выросла. Сейчас это бизнес, который вырос в три раза. То есть уже крупный бизнес. Но вот лидеров рынка, они, собственно говоря, там на втором месте. Они смалываны. Да. Получается. Ну, можно сказать, такой был. По численности персонала малый. По оборотам ближе к среднему. Но я, вы знаете, склонна оценивать зрелость компании не по оборотам, а по количеству людей в топ-команде. В ключевых. Ну, это не обязательно топы должны быть. Ваша команда, это может быть просто сотрудники. У них тогда даже руководитель отдела продаж не был. Просто продавцы. Есть собственник, он же генеральный. Есть производство. Ну, собственно, вот. Вот весь коллектив. А сколько лет это заняло примерно у компании? Самая активная фаза перехода, это полтора года. Полтора года занимает, ну, потому что не сразу. Можно сделать за полгода. Но все равно вот эти процессы, когда, ну, Моисей не зря людей по пустыне водил 40 лет. Потому что нужно поменять убеждения. Тут самое сложное. Из людей, которые взяли, навалились, сделали там, погнали, сделать людей, которые понимают, что надо выстроить систему. Надо нанимать людей не просто так. Нужны какие-то уже инструкции. Нужны бизнес-процессы. Это совершенно другой тип поведения и мышления. Ну, обычно на этом этапе уходят люди, которые не готовы работать в этом. Но приходят другие. Команда может расти. А какие бы вы вообще вот дали рекомендации руководителям, собственникам? Если у вас амбициозные планы, уважаемые собственники бизнеса, руководители, генеральные директора, вы хотите расти, масштабироваться, вам самим интересно развиваться, то оцените сейчас свою команду. Потому что очень важно не только подумать о том, что вы хотите, вы об этом уже думали. Я думаю, в 23-м году ставили план на 24-й. Вот в 24-м уже поставили на 24-й, 25-й и так далее. Вопрос, что есть сейчас? Да, могу дать упражнения с тренингами. Ой, было бы очень здорово. Как можно оценить команду людей, которые вокруг? Давайте. Да, возьмите сейчас листочек бумаги и пропишите ваших ключевых сотрудников. Их может быть 5, 7, 10, 12. Ну, прям ключевые. Это может быть руководители или очень ценные сотрудники вашей компании. И сделайте три столбика. Первый столбик – это профессионализм. Второй столбик – это результативность. Третий столбик – приверженность. И по десятибальной шкале оцените каждый параметр. Ну, например, вы написали Петров, Иванов, Соколов, Лебедев, Рачков, Щукин. Вопрос, можно? Сейчас очень модный такой, да, новый тип работы. Ну, он более эффективный, когда люди с нами работают не в команде, прямо у нас нанятый персонал, а по договору. Это аутсёрсинг. Их тоже можно по такой же схеме оценивать? Да, конечно. Потому что они также же влияют, в принципе, на наш бизнес, на наши процессы. Конечно. Напишите всех, кто сейчас является вашей командой. Ну, например, вот у нас в онлайн-школе, как раз-таки, где мы обучаем коучингу, тоже есть команда на аутсорсе. Напишите всех, кого считаете сейчас членом команды, которые воздействуют на ваш результат. Ну и давайте оценим. В первую очередь профессионализм. На самом деле, люди под ваши задачи, они являются профессионалами? Или это такие дитя компромисса? Если они классные профессионалы, ну, тот же самый таргетолог, или, не знаю, руководитель по логистике, ваш коммерческий директор, ну, ставьте смело десяточку. Если меньше, ну, субъективно оцениваем. Я понимаю, что будут вопросы, но пока оцените просто субъективно. Второй параметр – результативность. Далеко не секрет, что многие люди, профессионалы, могут быть нерезультативны в тот или иной момент. Синдром эмоционального выгорания никто не отменял. Они в данный момент могут быть нерезультативны. И тут вопрос, конечно, не только в этих людях, и в системе, да. Принцип Тойота – «Посмотри не на человека, а посмотри на систему», но тоже оцените. И следующий параметр – приверженность. Что такое приверженность? Насколько они доверяют вам, верят в вас, в ваши цели, в цели компании, которую вы поставили. Вот есть лояльность, когда они делают вид. Ну, сегодня лояльно, а завтра они помахали рукой и ушли в другую компанию. А вот приверженность, когда люди готовы вместе с вами переживать сложные периоды, какие-то изменения, что-то не состыковывается, но они все равно с вами. И здесь может быть очень интересный момент для вас, потому что некоторые профессиональные сотрудники могут быть и нерезультативны, и непривержены. В любой момент ждут, просто отсиживаются, ждут от зарплаты до зарплаты, чтобы им предложить что-то поинтереснее где-то в другом месте, например. Да, они могут размещать уже резюмы на работных сайтах. Ну, самые страшные сотрудники это сотрудники внутренне уволившиеся, которые делают вид, что они с вами. Уже для себя приняли решение, что они уйдут в любой момент. Да. И вопрос, который я часто задаю, что важнее для вас, человек профессиональный или человек приверженный? Профессиональный, который не привержен вам, у которого есть уже свой кодекс, он ориентируется на собственные ценности, ориентиры. Иногда таких людей называют зажравшимися, например. У меня он зажрался уже вообще. Вообще попутал. Раньше был такой нормальный, а сейчас все, под ним вся клиентская база, и он считает, что у нас он тут самый главный продаван, и все, он может свои правила устанавливать на оперативки, на совещания опаздывать. Мы ему делаем замечания, мы там вводим штрафы, он нам кидает в лицо тысячу, говорит, ну, подавитесь, гады. Как опаздывал, так и буду опаздывать. Но он зато делает продаж. Вот что мне делать? Я смотрю на это все безобразие, все на него смотрят, я смотрю, что я уже теряю всех остальных из-за этого. Или человек приверженный, но недостаточно профессиональный, но способный. Ну, как вы думаете, кто важнее для компании? Ну, здесь какой-то баланс должен быть, потому что сказать, что человек, под которым вся клиентская база не важен, тоже очень опрометчиво может быть. Да, и это сложный выбор, на самом деле, очень сложный. Потому что во многих компаниях, я вообще рассказываю, самый распространенный кейс. Я думаю, многие наши слушатели это вспомнили, вздрогнули. У кого-то такая же компания, проблема прямо сейчас. Конечно, важнее приверженный. Потому что тот, кто уже ваши ценности, ваши правила начинают нарушать, нарушать открыто, показывать плохой пример, он как та паршивая овца, которая, ну, всю стаду заразит. То есть это, в принципе, вычислить такого человека несложно. Это просто будет видно, что он уже себя ведет по-другому, уже это чувствуется, что он как бы... Ну, вы знаете, есть такие, которые тщательно маскируются. Вот не так давно один из руководителей на личной встрече мне как раз рассказывал, «Елена, вы знаете, я выявил человека, говорит, привезли товар, у них компания сейчас масштабируется, они все делают сами. Надо было машину разгрузить». Я, говорит, прихожу к ребятам, говорю, «Слушайте, там не справляются грузчики. Ребят, помогите». Я, говорит, закрываю дверь и слышу, как один вроде бы такой, который всегда у него такой... — Лояльный. — Лояльный, да. — Лояльный фейс, он говорит, ну да, вот он очередной джип купит, а мы тут пошли-то типа там горбатиться. И это может быть в малом бизнесе вот так, а в крупном бизнесе это могут быть очень серьезные люди, группировки, подковерная борьба. И вот чаще всего, если это крупный бизнес, если это генеральные директора, для них очень важно видеть расклады сил и, конечно, нарабатывать вот эти политические навыки, которые, а, могут профилактировать подобный захват власти. Ведь это захват власти, по сути дела, происходит. Человек захватывает вот это вот незримое знамя власти у вас из рук, перехватывает на глазах у всех. Да, он показывает, что с вами можно так. — Да, обесценивает вас еще. — Обесценивает. Ну а то, почему у него на нем завязана вся клиентская база, это нужно отдельно разбираться, конечно. — В общем, в идеале приверженный профессионал. Это идеальный, идеальное качество. Елена, по роду вашей деятельности вы всегда задаете вопросы. А сейчас в нашей студии хотим мы вам позадавать вопросы, и у нас есть такая рубрика, как «Блиц-опрос». Мы задаем короткий вопрос, вы отвечаете не обязательно коротко. Ваш девиз по жизни? — Будь позитивен. Эмоции заразительные, позитив, он рождает позитив. — Любимое занятие? — Любимое занятие — это путешествие со смыслом, это путешествие, где можно восстановиться, накопить энергии. Это может быть ретриты, йога-ретриты, молчаливые ретриты, где можно перезагрузиться. — Что делает вас счастливой? — Ой, меня счастливыми делают успехи, как моих членов семьи, у меня три дочери и клиентов. Вот каждый Новый год я пью, поднимая тост за достижение наших клиентов. — Чего вы боитесь? — Ой, я боюсь знать важный вопрос, то, что вдруг не получится реализовать за жизнь то, чего я хочу реализовать. — Образование или воспитание? — И то, и то. — Риск или стабильность? — Риск. — Три книги, которые, может быть, на вас повлияли, которые бы вы могли порекомендовать нашим зрителям? — Построены навечно, семь навыков, и пусть это так интересно звучит, но это книга «Радикальное прощение». — Хорошая. Хорошая книга, да. Присоединяюсь. Любимый фильм? — Ой, вы знаете, не могу выделить. Пропускаем вопрос. — Пропускаем вопрос. — Главная ценность? — Главная ценность — это развитие. Есть, конечно, личные ценности, это семья, здоровье, это корневые ценности, как у многих, но моя ценность — это развитие. — Главный навык? — Главный навык — видеть то, где нужно развиваться и видеть слабые стороны. — Ваши три всегда? — Всегда ищи лучшее решение, всегда работай с командой или находи экспертов, ну и всегда заботься о своей энергии. — И ваши три никогда? — Никогда не говори «я все знаю», никогда не говори «у меня нет ограничивающих убеждений», и никогда не говори «я сделаю все, что можно». — Спасибо большое, Елена. — Елена, а зачем вообще руководителям обращаться к финансовым и сейлс-коучам? — Отвечу сначала про первый вопрос про финансовых коучей. Дело в том, что очень многие руководители, когда они начинают уже хорошо зарабатывать, они начинают думать, куда инвестировать. Но и инвестиции бывают разные. В основном это все хаотично. 90% людей, которые работают в найме, сфокусированы не на том, чтобы сохранить и приумножить, а для того, чтобы больше заработать. И поэтому они строят карьеру. Вот когда начался коронавирус, когда начались определенные события в 22-м году, многие руководители, с которыми я работала как экзеки, в коуч, где-то на пятой, на шестой встрече говорили, слушайте, я поняла, зачем я работаю? У меня же ничего нет. Ни финансовые подушечки, ни матрасика. И у многих людей, на самом деле, когда их увольняли, ведь тогда менялись генеральные директора, как домино все падало, менялись команды, они приходили к тому, что у меня же ничего нет, кроме ипотеки. Гол как сокол. Да, там у жены джинсы за 125 тысяч Макс Мара лежат, кристаллами Сваровски поблескивают, уже малые. А у меня паническая атака, потому что вообще на что семью-то кормить? И так как я являюсь квалифицированным инвестором, я занимаюсь инвестициями, я начинала с ними разговаривать, а что, давайте будем смотреть, что вам может сейчас дать опору, что вам может помочь быть уверенным в себе и стабильным. И мы переходили в финансовый коучинг, когда там буквально за 2-3 сессии они понимали, что на самом деле им нужно сделать. Конечно, финансовый коучинг это не то, что можно за 2-3 сессии сделать для себя, потому что он нацелен на формирование капитала и пассивного дохода. Финансовый коуч не обязан быть финансовым советником. Он опять же работает с мышлением человека, его там выстраивает, чтобы привычками, целями, а финансовых советников может быть много, потому что даже если вы решили инвестировать недвижимость, вы в любом случае должны узнать экспертное мнение нескольких людей или там акции, облигации, самые разные эксперты. Так вот, с помощью финансового коуча, который сопровождает руководителя и помогает ему поменять привычки, можно выстроить финансовую стратегию не только своей семьи и создание семейного капитала, но финансовую стратегию своей компании, где будет понятно, сколько на развитие, сколько на мотивацию, сколько вообще остается прибыли. Это тоже про спокойствие, это про будущее, это в том числе и про развитие масштабирования. Ну, а селс-коучи, это люди, которые профессионально помогают создать личный бренд, сейчас очень многим нужны личный бренд, помогают увеличить эффективность отдела маркетинга, продаж, но они нужны не только руководителям, потому что они работают и в отделах, они могут работать и с самозанятыми людьми, это те люди, которые профессионально с цифрами в руках помогут вам выстроить как раз таки вашу стратегию именно для роста входящего потока. Продвижение, позиционирование, то, с чем мы как раз с Павлом занимались. Продвижение. Вы, по сути, делаете эксперты, которые вместе с селс-коучами помогут выстроить это масштабирование. Ну, и селс-коучинг, если кратко говорить, он по поводу того, чтобы больше зарабатывать, а финансовый это сохранять и привнажать, это, по сути дела, одна финансовая труба. Очень интересно. И у меня финальный вопрос. Вы, Елена, сказали, что коучи не дают советов, поэтому сейчас я обращусь снова к вашему опыту. Если его объединить, то какой бы один главный совет вы бы дали предпринимателям? Первое, понять, куда вы идете. Второе, какие самые важные навыки, дорогие навыки, вести навыки, которые принесут вам больше радости и денег, вам нужно развивать уже сейчас. И третий навык, кто же ваша команда, определение, кто же ваша команда и как вам сделать так, чтобы вся команда вам была привержена, чтобы она была профессиональна и результативна. Вот когда вы ответите для себя на эти три вопроса или поймете, что вам нужна помощь извне, тогда точно вы продвинетесь вперед. Успехов вам в развитии навыков будущего. Спасибо вам большое. Друзья, пишите ваши комментарии, выводы из этого выпуска. Я для себя подчеркнул очень много. Спасибо вам за то, что вы сегодня в нашей студии и такой состоялся у нас интересный разговор. Спасибо. Спасибо, Павел. Спасибо, Полина. Всегда рада с вами общаться, потому что я считаю, что вы тоже как эксперты помогаете компаниям быстрее развиваться, достигать результатов. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.